здравствуйте друзья такой день сегодня выдался пришлось мне там с парой девчушек из индии ну они студентки и как бы на выходе ну и переживают естественно там работа там практика там получится не получится как чего и вот у них вопрос там всякие они начинаются такие колебания знаете ну я соответственно им как-то качестве мотиватора такого и я подумал вот над поделиться с вами тем что я вам рассказывал потому что в этом есть как бы глубокая сервисер мяк такая независимо от того каким видом деятельности ты занимаешься и какого рода успех как бы тебе представляется значимым вот прямо сейчас вот им нужна работа вот а там кому то я не знаю что там на машину накопить но тем не менее получается такая история наше рассуждение о вещах наше понимание ограничено то есть есть гораздо более какие-то сложные и глубокие механизмы где-то там они есть но мы их не знаем и поэтому когда мы смотрим на что-то и говорим вот как этого добиться и вдруг получается что вот тут не сходится там не сходится здесь не хватает еще что-то не получается в нашем сознании в нашем понимании не сходятся концы но это просто потому что это наше понимание недостаточно глубокое где-то там она где-то есть еще понимание и это понимание которое более высокая она так устроена что когда ты начинаешь делать первый шаг вот в правильном направлении хотя вроде 2 не сходится для 2 вот непонятно как сделать 2 когда ты делаешь 1 но ты его делаешь вот это ключевой момент ты делаешь первый шаг без того чтобы понимать как произойдет 2 но в правильном направлении и тогда когда ты много уже занес на второй шаг и вдруг раз и вот что там не хватало вдруг там вместо воды твердь появилась позже можно на нее наступить вдруг какие-то ресурсы которых не было неизвестно откуда возникли это нельзя объяснить это нельзя спрогнозировать это нельзя алгоритмизировать это просто вот как 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 устроено вы можете сказать а я вот там делала у меня не получилось вот я не знал как будет 2 вот а а делал 1 и и 2 ничего не было все развалилось бывает конечно бывает вот бывает что человек неправильный бывает цель не его так он надумался какую-то цель а это не его конечно некоторые условия должны сойтись вот но это как бы одна часть то есть когда мы говорим про иммиграцию и я несколько раз тут он возвращался к этой теме что есть две концепции такие которые мы видим на люди для парадигмы видим разных людях одни норовят все рассчитать вот там какое окошечко как и в какой кофточке там женщина сидит и что ей сказать приехал там варшаву получать визы в каком отеле остановиться там каким трамваем доехать оттуда сюда это вот они так подробно подробно все расписывают что неплохо я я не хочу сказать что это плохо и если так вот я ближе ко второй категории которые говорят ну я делаю правильное дело хорошее дело там вперед когда мы школу это начинали жена мне говорит а деньги там где я а я откуда я знаю господи я вообще какой у меня опыт там в деньгах но вот я инженер все я там знаю про деньги но я говорю ну послушай говорю мы делаем доброе дело которое кардинально будет менять жизнь других людей вот так же как наша жизнь изменилась вот мы будем то же самое делать с другими людьми я быть согласна что дело хорошее она когда я буду очень деньги должны быть ну но откуда я знаю какие там будут деньги ну ну правда ну вроде чего так получалось потом я не жалуюсь хотя наверно можно было больше денег из этого выжить если бы мы были больше ориентированы на деньги я не знаю но ничего я не жалуюсь нормально это как бы один элемент второй элемент о котором вот мы с девчонками там разговаривали и я им говорю понимаете какая история есть люди которые сфокусированы и они делают то что должны делать и они упертые и они идут к цели вот эта упертость она очень важно потому что иногда смотришь человек ну чемпион но все у него есть и он и соображает и легкие и там ну в в общении поговорить там ну все у него есть но он не может собраться и ничего сделать него поговорить может а сделать нет и все и на этом все разваливается а есть я вам скажу есть студенты вода я говорю думаю чемпион а смотришь не идет а другой бывает и на раз прям ну но слезы понимаете на глазах думаешь ну что ж такое но вот что ж так вот ну сложно-то всего человека а он раз там две недели и работает а может быть и не две недели но все равно вот если ты думаешь что вот он никогда не найдет неправда если он упертый обязательно найдет больше того проходит там пару лет ну не два месяца нет а вот пару лет проходит и ты его встречаешь и он уже просто другой совершенно человек вот все те качества из-за которых ты думал ну ну невозможно но но нет но нет нет хода никак это не может случиться вот это все ушло а вот это его упертость осталось и он уже на другом уровне этой упертости давайте другом уровне понимания жизни и так далее это про просто совершеннейший чемпионы становится это не важно сколько там он у него на руках было когда он пошел если это правильный человек если вот он прет и не не сдается и все он 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 добьет обязательно то есть я не видел еще ни одного в нашем деле конкретно я не беру другие области но вот в нашей в нашей конкретной области если человек бьет в точку он обязательно добивает но способность бить в точку не очень широко распространенная могу сказать то есть большинство людей более-менее ничего более-менее ничего а вот именно упертых настоящих буйных эти вот их мало поэтому скажем так чек более-менее нормальный наткнувшись на несколько препятствий он может сказать ну что делать значит неправильно вот что-то не то и бросил и ушел вот а упертый он не бросит и он не уйдет и он добьет вот такое интересное дело и я им говорю знаете вот что важно не пытайтесь искать каких-то сложных путей а они живут там что-то говорят а вот вот это вот это там как-то они так мудрена я девки не ищите закрученных навороченных каких-то решений люди обламываются в том что они делают не потому что у них не было достаточного уровня навороченности так сказать вот в их в их решениях это с ними происходит потому что они обламываются в самых простых вещах базовых фундаментальных вот но у меня такой пример я говорю ну вот там десять заповедей да ну что там такого вот есть ну вот как где-то где там наворочено но самые же простые вещи и покажите вот к нити пальцем ну или не надо пальцем в процентах то вот сколько нас есть тут в процентах которые в общем то вот где-то в рамках этих десяти заповедей довольно уверенно себя чувствуете вроде там год не укради но это же а что там это же так там программное обеспечение там на свой компьютер и глянешь сколько там у тебя не укради так вроде даже даже и воровством не считается быть вот и там там почитайте вот эти 10 ну там там конечно если человек например там не не верующий дату там некоторые как бы смысла не имеют но но то есть еще меньше десяти но самую базу самые базы не убей не укради там и вот пожалуйста и в любом деле так но тебе говорят там надо слать резюме там не за там 30 резюме в день ну слушай но уже пошли 30 резюме в день ну что ж такое то еще что все время находишь способ послать не 30 а или там 5 или вообще ничего или на завтра отложить там или опять что-то но это же в день но если тебе говорят надо резюме там допустим я не знаю там профайл там на дайси на монстре на карьер билдер надо раз день прийти и обновление ему сделать да ну сделай это же не значит раз в неделю это значит раз в день надо сделать ведь несложное правило чем она сложно это что мозги над какие-то особенные иметь нет чего не хватает вот это вот это вот не хватает вот вот они там в каждом деле есть свои там десять заповедей может быть пять и если ты одну из пяти проигнорировал то уже тебе неважно получится а если ты 2 проигнорировал то просто как бы никаких шансов общения и это не вопрос того что какие-то навороченные заповеди это вопрос твоего отношения к ним и к жизни и к самому себе и вот вот и все это у меня есть например такая как бы очень серьезная заповедь для студентов я бы когда ты надо есть про файл сделал значит ты должен ко мне обратиться я посмотрю что поправить всегда надо что-то поправить половина никогда не придет потом приходит там через три месяца я тут три месяца на рынке работу не могу найти но ты ни одного дня не искал это ложь ты не можешь сказать я искал работу если ты не выполнил там какие-то очень важные очень важные принципиальные действия мы могли поправить все все что там наворотил мы смогли поправить денег не стоит просто но он уже куда проще но утра пообщался там и главное что по инструкции положено пообщаться вот не то что а мне не удобно было я стеснялся или там я не знаю не хотел занимать ваше время что за ерунда такая вот у тебя по инструкции написано прийти когда я резюме делаю тебе удобно занимать мое время это часть процесса мы мы хотим чтобы у тебя было классное резюме я лучше потрачу в два раза больше времени чтобы у тебя было хорошее резюме чем ты с какой-то помойкой там ходил и нас позорил и здесь то же самое все на порядке проще чем чем может показаться на порядке проще но должен быть правильный человек в какой смысле правильный не отклоняется не сбрасывает свою работу на других как в преференсе свои взятки надо брать будешь от своих взяток отбиваться тебе накидают столько что мало не покажется вот тоже самое и тут значит если свои не берешь ну в смысле не выполняешь то что необходимо выполнять то и все а что необходимо вот то что тебе сказали то необходимо если ты будешь судить в непонятные те области чего необходимо а чего нет кранты так сложно получать не конечно если допустим ты занят чем-то где результата все равно никакого нет и быть не может и тебе и не обещали вот там в city college ходил ну и что же нормально там ходил и ходил не то что там тебе на выходе должна быть работа давайте нормально все вот а если уже куда-то пришел и тебя ведут и ты деньги еще за это заплатил ну так уже будь ведомым быть ведомым сложно очень сложно быть ведомым я сам в этом смысле тяжелый типаж но надо хочешь результат значит говоришь надо и делаешь как положено все друзья я вот такой мотивационный спич такой вам сказал просто это перепев того о чем мы с девчонками там беседовали из наблюдений жизненных так что вы знаете друзья как добиваться успеха теперь осталось только следовать счастливо спасибо спасибо спасибо